Приветствую вас. Давайте подумаем с вами так. А что вообще является расстройством? И если да, то расстройством каким является то, о чем вы пишете? Вот вы говорите, что это расстройство. Ну как бы вот вы допускаете мысль такую, да, что это расстройство. Хорошо. Что такое расстройство? Отклонение от нормы, скажете вы. Девиантное поведение, опять же, скажете вы. Но это будет, наверное, правильным ответом. Но по большому счету не полным, на мой взгляд. Это будет не полным ответом, потому что и девиантное поведение, и поведение нормальное. Вот. Это, по сути дела, все относительно очень. Потому что в разное время были разные представления о том, каким должно быть поведение человек, например. И исходя из этого, какое-то поведение считалось девиантным, какое-то поведение считалось нет. Вот. И так далее. То есть зависит все от общественных норм, от общепринятых ценностей общества. И поэтому надо сказать, что вот говорить о том, что разнообразным является все, что является девиантным поведением, нельзя. Кроме того, кроме того, а как быть, если поведение девиантное, но оно при этом абсолютно обосновано. Вот. Вот с точки зрения быта, ну, там, скажем, конкретного человека. Вот что делать тогда в этой ситуации? Как быть? Ответ на ваш вопрос, на этот вопрос, на ваш вопрос заключается на следующее. Расстройством является не девиантное поведение, не отклонение от нормы, потому что сама норма – это понятие относительно. Расстройством является такое поведение, которое человек не может контролировать, которым человек не может управлять, который человек не способен адаптировать под окружающие, ну, под меняющиеся условия. Вот это называется расстройство. Исходя из этого, то, о чем говорите вы, расстройством не является. Исходя из этого, то, о чем говорите вы, является просто девиантным поведением. Да, это может быть средством удовлетворения ваших потребностей, как сказал мой коллега. В этом он прав. А может быть и нет. Далеко не всегда люди, у которых все хорошо, как мой коллега сказал, не имеют тяги к необычным видам секса. Далеко не всегда это происходит. Поэтому в данном случае БДСМ – это в первую очередь то, что является именно девиантным поведением, не расстройством, не принятым большинством людей поведением и отношениями сексуальными, но не являющимся расстройством, потому что человек, который, значит, любит БДСМ, он может им совершенно спокойно заниматься, но до тех пор, тогда он это контролирует, свою тягу к этому. Как только тяга становится неконтролируемой, все, это расстройство. И тогда это является именно тем, о чем вы говорите. Но я понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Дело в том, что и БДСМ, и иные виды девиантного поведения, в том числе и ЛГБТ, например, вот, нетрадиционные виды сексуальной ориентации, все это является достаточно спорными моментами с точки зрения отношения к ним общества. Общество воспринимает это негативно. Так оно есть, действительно. Но почему общество воспринимает это негативно? Потому что для общества это угроза. Это угроза обществу и угроза тому строю, который есть в обществе. Именно поэтому это принимается негативно. Общество стремится убрать все, что ему угрожает. Именно поэтому люди так себя ведут. Ну, вот, именно в данном аспекте. На самом же деле, и БДСМ, и все остальное, что только может быть, на самом деле, все это не является расстройством. Еще раз скажу, если контролируется. Вот. Является дивиадным поведением и имеет право на существование до тех пор, пока не вредит другим людям. Это то, что вам нужно понять. Я надеюсь, что вы для себя данный аспект зафиксируете. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. То есть, как бы никаких расстройств, никаких заболеваний, но при этом нужно учитывать, что другие люди, окончающие, они должны страдать от ваших предпочтений, от ваших желаний. И, соответственно, вам нужно уважать чужие взгляды, вам нужно уважать чужие мнения, чужие вкусы. Ну, а те люди, которые не уважают ваше предпочтение, если им о них стало известно. Вот. Эти люди, эти люди не тех, кого вам нужно держать в своем окружении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы вам остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...